Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают потому что жители чаще всего сначала нуждаются в консультации, а потом уже в самой услуге. Да, мы это учитываем. Когда будет? Когда? До конца месяца возьмёмся как штат юриста. Штат юриста, понятно. Хорошо. А где сейчас услуги оказывались? Сегодня, да, у нас как бы открытие, да, уже. Пробный уже запуск был у вас? Да. Всё работает? Да, работает. Вы здесь живёте? В Весногорске, да. Хорошо. Ну что, пойдёмте, пойдёмте посмотрим, как это сделано. Ну, я пока, да, здесь. Всех на голову, да, Наташа? Да, в процессе у меня кадровый состав будет. Мы в течение... Понятно, а информационная доска есть? Да. На входе, да? Да. А здесь что-то ещё будет? Здесь не подосмотрите, потому что основные люди, когда заходят оттуда, сразу могут ознакомиться. Они ожидают. А здесь уже, соответственно, на обслуживание приходят. Угу. Хорошо. 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 У нас всего по плану сколько должно быть? 4800 комплексов. 4800. Сейчас у нас сколько? Сейчас около 4000. Ну, то есть, естественное выбытие, да, было. Надо там, собственно говоря, докупать, но вот со средствами, как бы, есть пока некий вопрос, там надо с докупкой. В целом, как бы, комплекс, вот уже та очередь, которая запущена, он уже функционирует. Сегодня 80 тонн молока в сутки идёт. Идёт. То есть, это, где-то, порядка, 30 процентов около области. 30 процентов. А по плану, сколько мы должны выйти на 2? Ну, если вот мы до конца сможем довести, то что должны выйти на 110 где-то тонн. Пока? Пока 80. Пока 80. То есть, ещё добавка где-то 30 процентов, правильно? Вот мы сейчас прорабатывали этот вопрос с медсейхозом, чтобы в этом году, может быть, докупить дополнительно скота и выйти уже в следующем году не на 110, а на 150 тонн. Может быть, кстати, да, и может быть интересно. И, соответственно, технология здесь какая? Вон, это коровники не отапливаемые, опускаются, да? Нет, да. Это шторы здесь опускаются и всё. Шторы опускаются и всё. И за счёт того вот тепла, которое они сами дают. Да, естественное тепло. План работы у нас по достижению целевых показателей по сельхозпроизводству, он чётко определён. Определены нормы поддержки, потому что всё сельское хозяйство, оно нуждается в том числе в государственной поддержке за счёт средств федерального бюджета и региональных средств. Соответственно, план по молоку у нас, я так понимаю, будет выполнен. На сегодняшний день основная у нас позиция, которая вызывает определённые сомнения, это производство мяса. То есть в основном это касается свинины и связано это с тем случаем, который был в Лазаревском. Но там у нас тоже есть чёткий план развития самого Лазаревского. И мы встречались с Фёдором Григорьевичем сегодня, общались, говорили о том, что в принципе в достаточно короткие сроки можем выйти на подоловье в 40 тысяч долларов. Только по Лазаревскому. И, соответственно, есть ещё одна компания-инвестор, да, которая в ближайшее время будет подписано соглашение между правительством области и этой компанией. Там производство порядка 180 тысяч. Соответственно, название компании, когда уже будет соглашение подписано, мы вас пригласим тоже в СОДИВНЕ. Там порядка 180 тысяч долларов. И самое важное то, что у нас там будут задействованы наши сельские районы, где достаточно сложно с рабочими местами. Это Богородицкий район, это Воловский район и Тёпло-Огарёвский район.